А раньше вообще-то аэропорт был на улице Рикар-де-Зорде, где южный автовокзал, знаете? Мало кто из детей, да и не все взрослые знают, что деревянный домик со флюгером-петушком за автовокзалом – это бывшее здание аэропорта. А где сейчас ходят трамваи, раньше была взлетно-посадочная полоса. В музее авиации, имитирующем салон самолета, можно узнать много интересного. Например, увидеть настоящий черный ящик, который на самом деле оранжевый. Это обыкновенный брук, необыкновенный магнитопон, который записывает параметры, а этот речевой записывает разговор в кабине, дальше с диспетчером. Все радиостанции на самолетах, на бортах, которые летают, работают на одной частоте. Здесь светится огнями взлетно-посадочная полоса, потолок и стены украшают множество сделанных вручную макетом воздушных судов. Например, Р-38, на котором летал Антуан де Сент-Экзупери, английский дирижабль-бомбардировщик и многие другие. Этот деревянный винт от ЯКО-12 был найден при реставрации музея. В честь Дня Воздушного флота России, который отмечается 16 августа, в Уфимском аэропорту на всеобщее обозрение выставили технику, которая обычно скрыта от посторонних глаз. Это диайсер – машина, которая используется осенью и зимой для защиты самолета от льда. Он обрызгивает судно специальной жидкостью, которая защищает и предотвращает обледенение. Образование льда на крыльях и фюзеляжах самолетов очень опасно, поэтому диайсер – полноправный обитатель любого крупного аэропорта. Чудо-машины привели в восторг первых посетителей выставки. Им разрешили залезть на авиационный трап и осмотреть тягач и болотоход. Вся спецтехника, представленная здесь на выставке, является действующими образцами, которые задействованы в реальном наземном обслуживании воздушных судов. Представлена она будет здесь на протяжении четырех дней. Убирать мы эту технику будем только в понедельник, поэтому любой желающий может приехать, посмотреть близко, потрогать, сфотографироваться. После выставки вся эта техника и дальше будет продолжать работать и помогать взлетать и приземляться самолетом. Чтобы, например, полет был безопасен, то участвует ни много ни мало 150 человек, потому что задействованы все службы. Аэропорт Уфа недаром недавно получил четыре звезды за качество обслуживания пассажиров. Новый международный терминал уже успели оценить многие уфимцы, но мало кто бывал в зоне таможенного контроля. Ребята не только увидели, как привозят и разгружают багаж, но и могли убедиться в качестве работы служебно-розыскной собаки. Спаниель Лаки с легкостью обнаружила имитаторы взрывчатых веществ. Все здесь, даже собаки, работают слаженно и быстро. И если посетить музей авиации Башкортостана можно практически в любой день, то увидите аэродромную технику только в эти выходные. Галина Заводникова, Рустам Азельгареев, телекомпания «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова